Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Есть соглашение между Москвой и областью. И мы подписали такое соглашение. Глава округа совместно с администрацией ответил на вопросы жителей. Мы этим вопросом занимаемся еще с 2019 года. В детском саду номер 12 в поселке Октябрьский начали масштабную реконструкцию. Такие мероприятия проводятся для профилактики травматизма детей на железнодорожном транспорте. Работники РЖД провели открытый урок для школьников по безопасности на железнодорожных путях. Представляете, под конец жизни ты получаешь значок ГТО. Это же здорово! Как участники клуба «Активное долголетие» сдали нормы ГТО, узнаете в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшие 7 дней, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За минувшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений граждан. Возбуждено 36 уголовных дел. 29 из них по горячим следам раскрыты. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона за отчетный период совершили 64 выезда. В их числе 8 на тушение пожаров. Есть погибшие. Люберец, поселок Торбеево, Санта-Мичуринск, улица Яблонево. В результате пожаров горел частный дом по всей площади. В результате проведения работ по разбору завалов обнаружено два человеческих тела. Личности по устанавливанию. Аварийных отключений на объектах тепловода, газа и электроснабжения не было. В единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило 3341 обращение. На содержание и уборку автодорог задействовали более 150 дорожных рабочих и почти 170 единиц спецтехники. В рамках летнего содержания автомобильных дорог проводились плановые работы по влажной уборке и очистке проезжих частей автомобильных дорог от мусора и смёта, пешеходных переходов, тротуаров и остановочных пунктов. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с вывозом мусора и ремонтом дорог, работу системы 112, а также узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. В округе состоялась встреча с жителями. Во второй раз её провели в формате выездной администрации. Как прошла встреча, расскажут мои коллеги. В актовом зале 54-й школы в Октябрьском многолюдно. Раиса Гизатулина пришла уточнить сроки начала строительства школы и физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке. От всех жителей она попросила благоустроить территорию у конечной остановки маршрутов 943 и 1223 и установить на этом месте знак, запрещающий стоянку грузовиков. Мы сейчас находимся за столом управления транспорта, транспорта и дорожной инфраструктуры. И мы решаем очень много проблем. И вот сейчас все вопросы, которые я задавала, я так поняла, что у людей есть понимание и стремление к этому решению. Наибольшее количество обращений по теме жилищно-коммунального хозяйства, строительства и социальной политики. Вера Савинова пришла с вопросом о развитии доступной среды в Октябрьском. Ответ получила на месте. Это очень удобно. Подходишь сразу к специалисту по своему вопросу, всё выясняешь. Никто не мешает, разговариваешь непосредственно о том, о чём хотел спросить. В Октябрьском продолжают капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустраивают дворы. В ближайшие несколько лет в посёлке построят школу и детский сад. Создадут парк «Лесная опушка». На особом контроле у администрации вопрос качества воды. Есть соглашение между Москвой и областью. Мы подписали такое соглашение. Уже, по сути, сверстан проект. Сейчас мы приступим к водоводу из Томилина в сторону посёлка Мирный, а дальше посёлок Октябрьск, где будет заведена московская вода по всем стандартам, по качеству и по новым технологиям. Диалог между органами власти и жителями выстроить удалось. Встречи в таком формате будут проходить ежемесячно. Богдан Колесников, Денис Зугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа обсудили концепцию благоустройства парка «Лесная опушка». Общественная комиссия рассмотрела вопросы и пожелания жителей, которые поступили во время публичных обсуждений. Тему продолжит наш корреспондент. Публичные обсуждения по вопросу благоустройства парка «Лесная опушка» проходили с 8 по 22 апреля. Жители городского округа отправляли свои предложения на электронную почту Люберецких парков. За этот период поступило 116 обращений, 115 человек за благоустройство территории. На заседание общественной комиссии зачитали основные пожелания. Установка павильона «Кафе», создание зоны наблюдения за птицами с установкой смотровых площадок, скамеек, кормушек, поилок и домиков для птиц. Снос существующего гаражного кооператива для соединения лесопарка с прилегающим сквером на улице Сосновый год. Организация парковки и входной группы с павильоном «Окрана» со стороны посёлка Октябрьский. Но с некоторыми пунктами, согласны не все жители и члены инициативной группы посёлка Октябрьский, выступили против размещения в парке точек общественного питания. «Может быть, там проедет какая-то тележка, там предложат воду или что, в какие-то сезоны, но мы категорически против кафе, и мы категорически против всяких квадроциклов, матроциклов и так далее». Замечания участников встречи занесли в протокол. Их учтут при разработке концепции лесопарковой зоны, которую в ближайшее время представят на суд жителей. После этого начнётся первый этап работ по созданию лесной опушки. На реализацию всего проекта понадобится два года. На закрытый полигон твёрдых бытовых отходов Торбеева завозят чистый грунт. Здесь готовы приступить к отсыпке откосов. Последовательность работ обсудили на выездном совещании. В нём приняли участие представители администрации округа Министерства экологии, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также руководство предприятия, эксплуатирующего полигон. Последние самосвалы с твёрдыми коммунальными отходами в Торбееве были замечены полтора года назад. В декабре 2020-го полигон официально закрыли, а компания «Энит» изменила профиль работы. Предприятие у нас действующее. Мы вошли в программу по переработке строительных отходов Московской области. За четверть века площадь полигона разрослась до 25 гектаров. Большая его часть была законсервирована ещё в 2013 году. Отходы тщательно утрамбовали, присыпали большим слоем грунта и установили систему дегазации. К отсыпке последнего участка приступить готовы. Мы же понимаем, что мы можем отсыпать данные карты только тем количеством материалов, которые будут поставлены на данный полигон. Сегодня на полигоне инертных материалов, которые бы аккумулировались и которые можно было бы использовать для обсыпки данных карт, их нет. Поэтому мы рассчитываем на то, что инертные материалы в рамках договорных отношений и администрация городского округа Люберца берёт на себя некие обязательства оказать содействие по заключению договорных отношений с данными партнёрами. Партнёр это кто? Учреждения, организации, чтобы они полностью весь строительный отход непосредственно сдавали только на полигон Торбеева. Это последняя карта полигона, которая эксплуатировалась. Соответственно, она в первую очередь нуждается в дополнительной изоляции и пересыпке, дабы уменьшить негативное воздействие от полигона на окружающую среду. Через контрольно-пропускной пункт проезжают до 100 самосвалов в день. Завозят вторичный строительный материал и чистый грунт. Машины с коммунальными отходами сюда не пропустят. При въезде на КПП установлены веб-камеры и видеотрансляция в режиме онлайн доступна всем. Полигон будет включён в реестр объектов накопленного вреда, после чего будет делаться проект рекультивации. В ближайшее время мы планируем по согласованию с контролирующими органами и с администрацией провести работы по дополнительной изоляции отходов на участке 6 гектаров. Его накроют трёхметровым слоем земли, что позволит значительно снизить вредные выбросы в атмосферу. Самосвалы завозят 2000 тонн глинистого грунта и вторичного щебня в день. Это около 1400 кубических метров материала. Всего, в первую очередь, предстоит отсыпать более 180 тысяч кубометров. К концу лета работа на данном участке планируют завершить. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На территории городского округа Люберцы более 600 автомобильных дорог. За их содержание отвечает 5 дорожных организаций. Как проходят рабочие будни сотрудников Люберецкого дорожно-эксплуатационного предприятия, узнала наша съемочная группа. Рабочий день сотрудницы Люберецкого ДЭП Зои Соколовой начинается с 7 утра. Она следит за чистотой улиц. Ежедневно девушка убирает километры тротуаров и газонов. Собрать мусор, подмести остановку, покрасить. Разные задания в зависимости от сезона, от погоды и погодных условий. Даже во время уборки мы убираем, допустим, и уже смотрим, насколько преображается улица. Уже самим приятно для себя. Дорожная организация Люберецкая ДЭП трудится более 40 рабочих. Под их контролем 213 дорог и внутренних проездов центра, севера и 7-8 микрорайона Люберец. На этой территории 87 автобусных остановок. Ежедневно бригада рабочих проводит их уборку. Моем остановки, делаем дезинфекцию. Раствор мы используем моющий на мыльной основе. Небезопасности используем перчатки, непромокающий плащ, обувь тоже непромокающая. Наблюдение и регулирование деятельности дорожной организации проходит в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. СКПДИ позволяет правительству Московской области удаленно отслеживать выполненные подрядчиками работы. Вот сейчас люди моют у нас остановку. Московская область уже видит, где мы находимся и что мы делаем. Потому что каждое утро заводится в программу наименования работ, которые мы выполняем. И они отслеживаются. И каждую среду есть срез и смотрится, все ли мы выполнили. В Люберецком ДЭП 37 единиц техники. Среди них тракторы «Беларусь», самосвалы, комбинированные дорожные машины, которые зимой посыпают дороги реагентами, а летом моют. Ежедневно они обслуживают более 80 километров дорог. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы подходит к концу месячник по благоустройству. Весь апрель сотрудники управляющих компаний совместно с жителями приводят в порядок придомовые территории. Состояние некоторых дворов оценил глава округа Владимир Ружицкий. На этот раз под проверку попал микрорайон «Самолет». Дворы на улицах Озерная и Камова похожи на спортивно-развлекательный комплекс. Здесь и зоны для игр, и футбольные коробки, и площадки для занятий спортом. Инфраструктура вся новая. Остается дело за малым – поддерживать ее в чистоте и порядке. Мы проводим ежедневную уборку всех дорогих территорий, следим за ее содержанием. Это у нас выделен персонал. Выполняем работу по поддержанию состояния элементов всех, окраску, ремонт. А детские спортивные площадки во дворе дома 8 на улице Щебляково установлены в 2019 году по губернаторской программе. Их уже привели в порядок после зимы. Покрасили лавочки, устранили граффити. Этот двор обслуживает управляющая компания «Содружество». Совет дома выбрали. Естественно, с Советом дома мы всегда те работы, которые планируем, мы с ними всегда обязательно их обсуждаем. И в первую очередь выполняем те работы, которые волнуют жителей. Работа по благоустройству не прекращается. Сейчас восстанавливают входные группы после зимнего сезона. На территории ежедневно трудится дворник. А при большом объеме работы, как это бывает зимой, их количество увеличивается. Дворник у нас прекрасный человек, зимой даже асфальт. Все озеленение, все они убирают прекрасно. Нас все устраивает. Подездок чисто. Диспетчерская служба работает прекрасно. Запишут все, еще перезвонят, что сделали или нет, спросят. В целом, где мы были, я оцениваю, что содержание дворов на уровне. Правда, по городу еду, есть места, где не все убрано. Это тоже правда. Поэтому стоит задача максимально в короткие дни навести порядок. На территории городского округа Люберцы 689 дворов. Они стали основным объектом внимания во время месячника по благоустройству, который стартовал в Подмосковье 1 апреля. Масштабная акция по наведению чистоты и порядка продлится до субботы. Луиса Язарян, Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава округа посетил научно-производственную фирму «Техэнергокомплекс». Владимир Ружицкий обсудил с руководством предприятия вопрос импортозамещения. Подробности далее. Токарь Сергей Новиков обучался профессии сразу на производстве. Начинал на вертолетном заводе «Звезда», а последние 18 лет работает на предприятии «Техэнергокомплекс». Шпильки, гайки, ну что угодно практически. Я всю жизнь у станка, так что я сделать могу практически всё. Есть ремонтные какие-то работы, которые станки, допустим, ломаются. На заводе трудятся около сотни рабочих. Ежедневно они разрабатывают и производят современное электротехническое оборудование класса напряжения до 20 кВт. Это комплектные распределительные устройства, камеры одностороннего обслуживания, вакуумные выключатели. Сегодня по импортозамещению некоторые виды изделий, в частности, вот это, это просто, так сказать, полуфабрикат. Это современное, так сказать, изделие, которое работает в классе 20 кВт. И на сегодняшний день это изделие является инновационным, импортозамещающим. Комплектное распределительное устройство 216 востребовано в московском регионе за счёт своих габаритов и новых технологических решений. Сословица Борисовича здесь достаточно всё на уровне. У него нет сомнений, что он на рынке удержится. Зарплата оплатится вовремя, заказы на ближайшую перспективу есть. Ну а дальше, как в любом производстве, требуется такая постоянная работа, дабы предприятие было с заказами. Предприятие «Техэнергокомплекс» работает с 1998 года. Его продукция используется в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, в водоканалах, в нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаниях. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В мире насчитывается более 2 миллиардов случаев нарушения зрения. Зачастую причиной служит то, что люди не обращаются за медицинской помощью. Данные Всемирной организации здравоохранения заставляют задуматься о состоянии органов зрения. Мои коллеги подготовили сюжет о работе клиники, которая стоит на страже здоровья глаз. Начинаем операцию, не волнуемся, не переживаем. На операционном столе женщина с диагнозом катаракта. Обследования показали, что избавиться от недуга поможет только хирургическое вмешательство. Несмотря на то, что врач проводит манипуляции на самом чувствительном органе, пациенту это не доставляет никаких неудобств. Как самочувствие у вас? Все хорошо. Боли не было? Нет. А все благодаря современному оборудованию и методикам лечения. В хирургическом блоке сети клиник «Глазной доктор» собраны все передовые инновации в области офтальмологии. За год здесь проводят до 2500 операций. Мы проводим практически все виды операций. Преимущественно это факт мультификации катаракты, это лечение гаукомы и заболевания сетчатки. После удаления катаракта пациент чувствует положительную знамику практически сразу. Конечно, первый вечер после операции есть еще фактор засветки от микроскопа и ранних послеоперационных изменений. Но уже на следующее утро подавляющее большинство пациентов обретает уже новое зрение. Перед тем, как попасть в операционный блок, каждый пациент проходит тщательное обследование. От осмотра офтальмолога до сдачи анализов и проведения ЭКГ. В филиалах клиники, которые представлены в Москве, Зеленограде, Долгопрудном, Щелкове и Люберцах, над этим работает диагностическая служба. Мы предоставляем трансфер и из филиала пациента забирают в операционный блок. В операционном блоке пациент находится порядка 3-4 часов. И после операции его обратно возвращают в филиал. Такая системная работа позволяет клинике оптимизировать расходы на дорогостоящие оборудования. А это, в свою очередь, отражается на стоимости лечения и не бьет по карману пациентов. В преддверии дня пожарной охраны Российской Федерации автопарк Люберецкого пожарного гарнизона пополнился двумя новыми автомобилями КАМАЗ. Подробнее в нашем сюжете. Нам с тобой, братишка, другой судьбы не надо. Наверное, в окне мы с тобою родились. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал наказ о Градском благочине, явившемся важным этапом становления Отечественной пожарной службы. С 1999 года День пожарной охраны Российской Федерации отмечается ежегодно. Слово пожарной, пожарные спасатели, это изначально закладывает некий риск, когда возникают проблемы, пожары, какие-то стихийные бедствия, и вы всегда приходите на помощь. Я сегодня хотел бы вас всех поздравить с вашим профессиональным праздником. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева водители 303-й и 231-й пожарно-спасательных частей получили ключи от двух полноприводных КАМАЗов. Также 30 пожарных отмечены благодарственными письмами и знаками отличия. Пожарно-спасательный гарнизон Люберецкий, во-первых, он один из самых сложных гарнизонов в плане количества пожаров, в плане застройки городской. Город Люберцы, город Зержинский, Котельники, Латкарины очень быстро и современно развиваются. Есть и многоэтажная застройка, и промышленные предприятия, и частный сектор. В составе Люберецкого гарнизона около 350 сотрудников и 29 единиц спецтехники. 80% пожарного автопарка не старше трех лет. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности. Представители РЖД в очередной раз напоминают об этом детям и их родителям. Они проводят открытые уроки в школах, расположенных недалеко от железнодорожных путей. Одна из таких есть и в Люберцах. Больше каждого вагона, безусловно, лучше видно. Все природные красоты на извилистом пути. Только ими любоваться очень долго ты не сможешь. На одном из поворотов, несомненно, упадешь. У учеников третьих и четвертых классов восьмой школы сегодня совместный урок ОБЖ. Тема – правила поведения на железной дороге. В роли временных учителей выступают представители РЖД. Кто, как не они, знают об опасностях этого объекта и о том, как нужно себя вести, чтобы уберечь жизнь и здоровье. Ведь все знаки установлены не просто так, а они установлены для того, чтобы люди, подойдя к железнодорожным путям, увидели, что переходить нужно обязательно в установленных местах. Место для проведения беседы выбрали не случайно. Буквально через дорогу от восьмой школы на улице электрификации станция Панки. Железная дорога зачастую становится объектом внимания детей младшего школьного возраста. Такие мероприятия проводятся для профилактики травматизма детей на железнодорожном транспорте. Я думаю, что да, до детей дошла информация, но потому что дети еще пока маленькие, и они все-таки впитывают в себя ту информацию, которая им предоставляется. Нельзя делать, как некоторые люди, перепрыгивать через заборы и бегать по дорогам. Ведь может сбить поезд. Нельзя кататься на поездах. Можно получить штраф большой суммы, получить травмы или умереть. Подобные встречи со школьниками сотрудники РЖД проводят каждый месяц в разных округах Подмосковья. В Люберцах такая же акция запланирована во втором корпусе восьмой школы в поселке Вуги. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В лицее номер 12 составился слет активистов юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В нем приняли участие дети из 32 школ округа. Подробнее в нашем сюжете. Нужно быть внимательным на дорогах. Основное правило ребята усвоили на зубок. В лицее номер 12 определят лучшие команды юных инспекторов движения. Как правильно оказывать первую медицинскую помощь и как безопасно переходить через дорогу, рассказывали школьники. Это первый этап конкурса. Обязательно надо, когда идешь по пешеходному переходу, держаться с правой стороны. Просто потому что машины иногда могут заезжать на пешеходный переход. Я собираюсь получать права, потому что я же не хочу там где-то на автобусах, так все хочу на своей машине. Надо сообщать фамилию, сколько пострадавших. Я даже подсказываю родителям, какую скорость надо соблюдать. И они меня слышали. Возраст участников от 10 до 12 лет. В каждой школе округа существует отряд ЮИД, где сотрудники ГИБДД в игровой форме рассказывают школьникам о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. ЮИД – это юные инспекторы движения, которые помогают пропаганде и профилактике детского дорожного травматизма среди своих сверстников в школах. Первые 10 команд, занявшие призовые места в сегодняшнем этапе конкурсов, будут участвовать во втором этапе, который уже будет проводиться тоже на базе 12 лицея. Второй этап состоится 11 мая. Участников ждет практическое задание, вождение велосипеда и творческий конкурс «Агитбригад». Лучшая команда будет представлять городской округ на областном конкурсе. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт учреждений образования. Один из объектов, который попал в госпрограмму Московской области – детский сад номер 12 в поселке Октябрьский. Здание старой постройки нуждается в масштабной реконструкции. На месте работали мои коллеги. Детский сад номер 12 объединяет в себе две эпохи. Одна часть здания построена в 1938 году, другая – уже в послевоенное время, в начале 60-х. Солидный возраст дошкольного учреждения видно невооруженным глазом. И в последнее время он, конечно, давал о себе знать. Старенький, конечно, в плачевном состоянии. Мы его поддерживали, как могли. Проводка старая, лампы не выдерживаются, современную технику, потому что я старалась оснащить детский сад тем, что мультимедийные доски у нас были, комплексы. То есть для детей все старались. Вопросы были с отоплением. Очень теплый детский сад за счет того, что старые батареи. Но они старые. Сейчас в здании детского сада проводят капитальный ремонт. Воспитанников временно распределили по соседним учреждениям. Работы много. Предстоит заменить все. От инженерных коммуникаций до потолков и кровли. На сегодняшний день произведены первые этапы работы. Это демонтаж потолков, стен. Все демонтажные работы завершены. По ходу будут еще производиться дополнительные демонтажные работы, потолочных перекрытий деревянных с целью замены их на новые балки, на новые перекрытия. Есть определенные сложности с устаревшими перекрытиями в той части, старой части здания. Соответственно, будем это дополнительно обследовать и предлагать технические решения, которые будут соответствовать текущим современным нормам. Уже совершен демонтаж из старого кровельного покрытия. Со дня на день приступят к укладке нового. Над преображением детского сада сейчас работают 20 человек. По следующим их количество увеличат вдвое. Мы этим вопросом занимаемся еще с 2019 года. И, наконец, были выделены деньги. И мы вошли в программу, в государственную программу Московской области образования в Подмосковье, в капитальный ремонт. Материалы в основном закуплены. И здесь в основном нужно просто работать. Проектом капитального ремонта предусмотрено и благоустройство территории. Здесь установят малые архитектурные формы и новые ограждения. Завершить масштабную реконструкцию планируют к концу августа. Детский сад, получивший новую жизнь, вновь встретит своих воспитанников 1 сентября. Для православных христиан наступил светлый праздник Пасхи. Христос воскресе. Слова, которые прозвучали воскресную полночь во всех храмах. И будут звучать еще 40 дней до Вознесения Господня. Как люберчане встретили светлое Христово воскресенье, смотрите в нашем сюжете. В Преображенский храм на всеночную пришли сотни горожан. Праздник Пасхи предваряет долгий Великий пост. Время покаяния, осознание своих грехов и ошибок. Вместе с Богом как будто воскрешает наша душа. И в ней просыпается все самое доброе, светлое. Сердце наполняется радостью, любовью, с которой хочется делиться со всеми вообще окружающими людьми. Я хочу всем пожелать вот этого состояния души, любви, радости. И чтобы это чувство нас не покидало никогда. Один из важных моментов праздничной службы – крестный ход. До наступления Пасхи священнослужители и прихожане обходят вокруг храма. Это символизирует путь навстречу благой вести о воскрешении Христа. Христос воскресе из мертвы, смерти в смерть поправ, И сущего тропежный год на руках. Христос воскресе! Боистос воскресе! В знак воскресения православные зажигают свечи. Начинается пасхальное заутрення. Церковные двери отворяют. Духовенство и молящиеся входят в храм. Нет, я первый раз. И очень-очень довольна, и мне хорошо на душе. Священнослужители облачены в белые ризы божественного света. Это отклик библейского сюжета, где ангелы возвестили миру благую весть. Позже одеяния сменяют на красные. Символ крови, пролитый Господом, и торжества победы жизни над смертью. Празднование воскресения Иисуса Христа продолжается в течение недели. В церкви ее называют Светлой Седмицей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе прошел открытый вокальный конкурс «Золотой голос». Отборочные туры позади. Жюри определило победителей. На сцену вышли лучшие из лучших. Из 69 участников 10 дошли до финала. Праздничный галоконцерт состоялся в Красковском культурном центре, который инициировал конкурс юных талантов. Это разные номинации, разные исполнители, как отдельные исполнители, так и коллективы, ансамбли. Очень много участников, мы очень этому рады, очень много талантливых. Последние штрихи перед началом и занавес открывается. Наши прадеды и деды в этот день чеканыша Поднимают над землей победы флаг. Сквозь кадавры снова слышим стук сапог. К нам сгустается весь бессмертный бог. Леонида Парканского родители назвали в честь героического деда. Он прошел всю войну. Свою песню девятилетний юнормеец посвятил ему. Ее можно петь на многие праздники. 9 мая, вот такие праздники, на 23 февраля. Мой прадедушка был сапером. Восемь номинаций в четырех возрастных категориях. Обладателем гран-при конкурса стала воспитанница детской музыкальной школы номер два городского округа Люберцы Милена Меликситян. Я очень рада, эмоции зашкаливают. Я жива музыкой, можно так сказать. Фестиваль проходит в округе с 2015 года. За семь лет в нем приняли участие более 400 исполнителей и вокальных коллективов. Дай нам, Бог, чистого неба, дай нам, Бог, яркого солнца, вери в судьбу, вери в себе, добрый я ставил вслед. В Люберцах состоялся первый этап театрального поединка. В импровизационном батле сошлись два творческих коллектива округа. Студия «Образ» и «Театральный экспресс». Кто победил, расскажет наш корреспондент. Василина Скурихина и Никита Лукашев уже семь лет занимаются в театральной студии «Образ». Василина собирается связать свою жизнь с творчеством и стать режиссером. Ребята впервые принимают участие в театральном поединке. Каждый раунд прорабатывали, над диксой работали и, в принципе, технические моменты рассматривали, чтобы не допустить каких-то ошибок нелепых. Если у нас что-то не получится, ничего же страшного не произойдет, все будет хорошо. Я надеюсь на это. Я получу какой-то опыт. А вот творческий коллектив «Театральный экспресс» уже не первый раз принимает участие в батле импровизаций. Ребята занимаются на базе детской музыкальной школы номер два. Юные актеры делятся советами перед конкурсом. Нужно подключаться к процессу и понимать, какая ситуация происходит сейчас, настроение своей команды, настроение соперников. И нужно это все вкладывать и импровизировать. У нас есть разные упражнения и на разминку, и на восприятие, слуховое, зрительное. «Театральный поединок» проходит уже третий год. Организатор проекта – Министерство культуры Московской области. Программа разделена на три части – образование, конкурс и карьера. 32 коллектива Подмосковья прошли отборочный этап. В течение февраля и марта, и апреля месяца они получали образовательную программу. И вот сейчас уже в апреле началась конкурсная программа, где они встречаются по олимпийской системе. 32 коллектива встречаются друг с другом попарно. И, скажем так, кто кого переимпровизирует. В первом этапе победу одержал «Театральный экспресс». Финалисты проекта получат возможность участвовать в международном большом детском фестивале под руководством художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всероссийские соревнования по боксу российского физкультурного спортивного общества «Спартак» стартовали во дворце спорта «Триумф». В нем принимают участие более 20 люберецких спортсменов. Подробнее в нашем сюжете. Все такие события, спортивные состязания, они привлекают внимание. И, естественно, кто-то из люберчан, молодых людей, глядя на эти все спортивные соревнования, примет решение тоже заняться боксом, а, возможно, другим видом спорта. Но самое главное, наша задача – вовлекать наших ребят, ребятишек в спорт. Всероссийские соревнования по боксу проходят в Люберцах уже в 27-й раз. В этом году в них принимают участие спортсмены из 29 субъектов Российской Федерации. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. С 95-го года непрерывно люберцы никому не отдавали этот турнир, хотя очень многие посягали на него и проводили из года в год. И даже несмотря на Панебию, я знаю, что в прошлом, позапрошлом году этот турнир проводился и много ребятишек приезжало к нам. Я чрезвычайно благодарна. Участники относятся к разным спортивным школам, но на данных соревнованиях боксируют за «Спартак». Председатель РФСО Андрей Слушаев вручил медали за развитие общества Владимиру Ружицкому, председателю спорткомитета Владимиру Суркову, а также советскому хоккеисту команды «Спартак» Сергею Агееву. Я в первую очередь обращаюсь с большим уважением и почетным главе города. Сегодня в эти соревнованиях приехал глава, это говорит о многом, что будем продолжать. В соревновании принимают участие 211 спортсменов. Они выступают в 16 весовых категориях. Возраст боксеров – 13-14 лет. Их оценивают судьи всероссийской и первой категории из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Тамбова и других городов России. Боксеры – это скорость, реакция, высота обработки информации. Как же должен быть физически-функциональный готов к этому. Решение – это доли секунды. И чтобы воплотить это на любом уровне, надо быть функционально к этому готов. Важные соревнования, тем более возраст 13-14 лет – это начало большого ринга для многих боксеров. Поэтому здесь наши боксеры доказывают, кто сильнее. Сифербеков Мухаммед Али занимается боксом с 9 лет. Он представляет Белгородскую область. 26 апреля ему исполняется 14 лет. Лучший подарок на день рождения – победа. Но впереди еще 4 боя. Вначале пошел брат на бокс и записал меня. И мне это понравилось. Дисциплина, уверенность в себе, тренировки. В этой же весовой категории 46 килограммов лидирует и боксер из Коврова. Александр Левин занимается данным видом спорта 3 года. Он настроен только на победу. Тренер помогал, говорил, как надо правильно все делать. Вперед поджимать и слева начинать, потом справа заканчивать. Я рассчитываю на победу. Именно всех призеров будут известны 1 мая, в день завершения соревнований. Лучшие боксеры представят спортивное общество «Спартак» на первенстве России. Дмитрий Гринчев, Денис Иугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» состоялось первенство Московской области по борьбе самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. 192 юных спортсмена продемонстрировали свои навыки. За ним следили мои коллеги. 12-летний Даня Тримайлов занимается самбо 5 лет. Он представляет Красногорский городской округ. Это не первое участие юного спортсмена в областных соревнованиях. Сегодня его выступление стало победным. Любимые борцы Дани чемпиона мира по самбо – братья Куржевы. Мне нравится, как они борются. Они борются и красиво, и на результат одновременно. На области слабых нет. Было тяжело, но я смог и выиграл. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 муниципальных образований. Все ребята прошли отбор на районных турнирах. Судьи пристально следят за борьбой. Чтобы победить в схватке, нужно набрать большее число технических баллов, выполнить болевой прием или удержание. Учитывая, что это первая ступень спортивного совершенствования, одни из первых официальных стартов для наших ребят, я бы посоветовал выбросить все из головы и попытаться показать свою лучшую борьбу. То, чему их учили на тренировках, к чему их готовили тренеры. Уверен, что многим это удастся, и мы станем свидетелями зрелищных схваток. Люберцы традиционно становятся местом крупнейших областных соревнований по самбо. В ноябре 2021 года здесь состоялся чемпионат Московской области. Ранее проводилось первенство Центрального федерального округа. Ближайший Центральный федеральный округ будет также проводиться в Люберцах. И традиционно уже все наши губернии, которые входят в федеральный округ, всегда отмечают высокий уровень подготовки к этому соревнованию. Люберецкий округ представили 12 участников, 5 девочек и 7 мальчиков. Победители и призеры первенства станут членами сборной Московской области и будут представлять регион на соревнованиях всероссийского уровня. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкие участники клуба «Активное долголетие» попробовали свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. Результат себя оправдал. На стадионе «Торпеда» побывали мои коллеги. На старт! Внимание! Марш! Пошли! Кандинавская ходьба в Люберцах набирает популярность. Заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Завьялова со спортом на «ты» с юных лет. В клуб «Активное долголетие» первый директор кадетской школы пришла полгода назад. Две причины. Первая – я ушла с работы и не могу жить вне коллектива. У меня здесь коллектив. У меня здесь появились друзья новые. Второе – иначе я обленюсь. А здесь есть слово «надо». Ходьба с палками на дистанцию 3 километра, наклоны вперёд и подъём туловища из положения лёжа на спине. Ирина Прокофьева по образованию архитектор. А спорт – её образ жизни. Профессионально я никаким не занималась. А так я на коньках катаюсь, на горных лыжах катаюсь, на беговых лыжах катаюсь, плавать люблю. Иногда я смотрю, как выходят из автобуса. Еле-еле. Я сразу разгибаюсь, думаю, я так никогда не буду выходить. Нужно заниматься спортом. Программу физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» 79-летняя Марина Шелякина помнит с конца 50-х. Сегодня участвует с не меньшим азартом. Представляете, под конец жизни ты получаешь значок ГТО. Это же здорово. Самое главное – здоровье. Они сильны духом, они сильны физически. Подать заявку они могут через клуб «Эктивное долголетие» либо напрямую в центр. Мы для них организуем в любое удобное для всех время приём нормы ГТО. Участники клуба присоединились к выполнению нормативов комплекса ГТО в сентябре прошлого года. Около 10-ти люберецких долголетов уже стали обладателями золотых и серебряных значков. Всем поздравляем! Всем поздравляем! А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова